Привет, дорогие мои зрители! Здравствуйте, мои уважаемые друзья! Сегодня я решила сделать суп из морепродуктов. Хочу вас вот сюда на эту бумагу, но она такая маленькая, тонкая, надеюсь, что выдержит. Вот, хочу сделать суп. Девочки, у нас называется супа де мориску. Вы мне сказали, чтобы не скользила, надо влажную. Вот, я ее сделала влажную, девчата. Хорошенько намочила и выжила от души. Но она такая. Короче, уже она... Ой, на самом деле не скользит. Умные, вы мои. Вот, для этого я купила перчик. Лучок, но это сладкий лук. Такой лучок. Девочки, два помидора. Это я уже... Мусор здесь. Сюда. Ну, курочку. Так, это... Так, это я сейчас для моих курей. Вот так. Сегодня я иду на кофе, мне говорит мой... Я не знаю, как будто он меня услышал. Ты, говорит, любишь? Корея. Я не знаю, как это будет на испанском, на русском. Он такой... Он такой... Это не фасоль. Это, ну, как будто фасоль, но он мелкий такой. Девочки, он мне так нравится. Моя свекровь его редко делает, но делает, да? Один раз, что ли, я у нее ела. Очень, между прочим, вкусно было. И... А мой муж это ненавидит. Прям вот не может и все. Говорит, что ему... От запаха только тошнит. Он ему напоминает... Он ему напоминает этот... Что здесь застревает? Ага, я так и знала. Надо убрать эту вещь. Она не дает открывать. Так, сейчас... Он мне говорит, я готовлю на медленном огне, туда-сюда. Так что, если тебе нравится, я говорю, ой, я тоже так вот... Завтра, говорит, я тебе принесу. Я говорю, ты серьезно? Он говорит, да. Я говорю, ну давай, принеси. Я буду только рада. Девочки, взяла вот эту кастрюлю, она вот специально для этого супа. Она не такая уж и большая, как кажется, да? Ну, хотя она большая, девчонки. Такая, знаете, вот такая. Вы на меня посмотрите и на это посмотрите. Ну, вот такая, короче. Я вот тут буду готовить. Девочки, я же не одна это буду есть, конечно. Ой, ну она мне сюда не помещается, короче, еле-еле. Так, сейчас я вот это... Я печь вытела. Как я ненавижу. Это, да, ну так как буду готовить, да, снимать, поэтому только вытерла. А если нет, вот так она бы стояла бы у меня. Я бы ее, наверное, мыла бы, не знаю, один раз в 10 лет. Шутка, но... Вот ненавижу. Девочки, вот каждый день я ее вытираю. Не мою, вытираю, так, знаете, поверхностно, да? Ну, как я это не люблю, как делать. Вот. Я воду подогрела. Еще раз подогрею. Кипятком. Обшпариваю это. Вот. Для этого у меня, девчонки, на прелестах уже есть, как готовится это все. Так, подождите, здесь батарейки мало. Включу батарейку. Так, поменяла. Так, не шатайся. На бутылочку у вас поставила. Так, вот так, ага. Вот. Моя мама тоже для хникала вот так делала. Шпарила. Кипятком. Там оставляла чуть-чуть. На хникала, знаете, что делала? Она туда бульон прям закидывала, потом вытаскивала. И через прушляк выжимала. И вот так. Вот такие у нас делала. Хочу сделать, почему? Потому что... Ой, мой племянник прям умирает. Для этого рецепта что нужно? Нужно хорошее настроение, девочки. Ничего такого здесь тоже нету. Чуть-чуть оливкового масла, если оно у вас есть. Ой, здесь у меня совсем мало. Так что давайте растительное, обычное. Обычное растительное масло сделаю. Так. Потом чуть-чуть добавлю сливочное. У меня и плохо есть, девочки. У меня и супчик есть другой. Туда-сюда, короче, есть. Да, ну... Так как мой сын любит. Вот у меня вот... Вот так я накрошила курочку, да, девчата? Ножки. Не курочку, а ножки. Накрошила. И сейчас я их просто закидаю. Вот так. Бросила туда. Одену, как я, фартук. Ребята, он мне... Сейчас я вам скажу. Мне так эти брюки нравятся, девочки. Я их вот недавно купила. Я пошла в парикмахерскую. Он мне такой пятно там... Вот, от краски, да, На колено теперь придется вымазивать. Дома, во дворе больше... Они... Вот, у меня... Здесь прям... Вот смотрите, как будто белизной испачкал. Я не знаю, видно, нет? Блин, девчат. Вот скажешь, плохая, да? А промолчишь? Блин, какие деньги еще с тебя берет, да? Короче, девчата... Не знаю, вот... Сказать не... Я его тогда сказала. Я говорю, ты мне брюки испачкал. Я говорю, из тебя брюки... Он такой, без проблем, без проблем, Но не дал, девочки. Деньги не дал. Поняли, да? Без проблем... С проблемами. Вот так. Поняли? Хочется мне вот с этим порезать почему-то, не знаю. Вот так все накачу. Сейчас это все на обжарку идет. Это обычный супчик, девчата. У нас с курицей морепродуктов. Кто не пробовал... Кто не пробовал, будут, конечно, писать, разве морепродукты и курица сочетается? Пипец как сочетается, девчат. Я когда первый раз в Испании тут попробовала этот... Ну, вот этот суп, да? Я от него обалдела. Он действительно вкусный. Я думаю, что это один из моих любимых супов испанских. Вот так. Как они у меня здесь оговорили. Ой, когда я сделала бурак. Ой, это разве вкусно? Они же тоже этому, ну, как наши, удивляются, да? Вот я сколько раз уже готовлю на моем канале этот суп, да? Вот все мне говорят, курица! Не знаю, почему у вас так сразу с этим какой-то вот восприятие такое сразу. Мол, курица, мол, не подходит. Девочки, еще как подходит. А они некоторые без него делают просто на этом... Ну, на морепродуктах, да? А некоторые с курицей, а некоторые с кроликом. Вот, ну, кролика я не ем, девочки. Вот, не могу я его, и все. Кто бы что там не говорил. У нас здесь такая реклама за кролика ведет. Мол, очень полезный продукт. Мол, там, без хорестерина, без этого, без того. Короче, его рекламирует петельская кролика. Ну, нет, девочки, ну, нет. Для меня кролик, как кошка. Девочки, что хотите, думаете, да? Ну, может, как есть, говорить. Вот так. Отолью потом своему сыночку. Пускай на выходные будет подогревать и кушать. Он мне говорит, ой, тетя, ой, тетя, я люблю это. Вот, ну, когда ты его готовишь, я его очень сильнее люблю. Я это специально вот так оставляю, чтобы, ну, у моих было. Мои цыплята растут, такие хорошенькие. Я им ручку ставлю, они уже на ручку прыгают. Хорошенькие, хорошенькие, девочки. Очень хорошенькие. Так, это вот так. Вот это вот так. Ммм, как у сладкие. О, действительно, очень сладкие. Вот так. Ммм. Какой здесь перец вкусный, девочки. Какие тут продукты вкусные. Вот, действительно, вкусные. Вот так. Сейчас вот цыпленок придет и мне начнет. А что покушать? Я ей скажу, суп она сразу. Ай-яй-яй-яй-яй. Если бы знала. Сказала бы, что не голодная. Потому что она походу говорит, я такая голодная. Ну, со школы же. Я ей говорю, ты почему в буфете ничего не покупает? Она говорит, я покупаю. Она там картошку жареную покупает, девочки. Но не жареную, а вот это же есть в пакетах. Вообще еще хуже, конечно. Девочки, это невозможно уследить, понимаете? Так. Моя курочка уже. Тут вся кормится. Вот так. Ее так жарить тоже не надо. Она чуть-чуть вот так и все. Так, теперь я туда лук брошу. Сейчас лук тоже даст лес свой аромат. Вот так, девчата, сейчас готовим. Сегодня голову помыла. Я не столько дней голову не мыла за то, что у меня ботокс был на волосах. Ну, вот этот. Да, то, что у меня этот сделал. Сегодня помыла мне аж, такое было ощущение, что 5 килограмм. Девочки, вы не забыли, что я похудела, а? 5 килограмм грязи ушло с волос. Я уже прям не могла. Сегодня с одним разговариваю с этим, со своим... С Дагестаном он говорит, как у вас там погода у меня спрашивает, да? Я говорю, у нас нормально, но у нас сегодня 17 градусов, да? Он такой... Я говорю, у нас прохладно, у нас хорошо. А он такой говорит, а у нас в Дагестане, говорит, я бы даже не сказал, что прохладно. Я говорю, холодно, холодно, такое ощущение, что зима, говорит, начинается. Я говорю, да, придет еще жара, придет еще успеем. Но у нас никогда... Да я такого никогда не видела, что вот так... Это ж такая прелесть, такая благодать. Хотя, наверное, деревья вообще в шоке, потому что они же привыкли к одной. У нас такого я... Вот уже в это время люди купались, люди загорали. Там 40 градусов, 38-40, а сейчас 17, я же говорю. По утрам обязательно, что-то такое тепленькое накинуть можно на себя, если нет, прохладно. Так что, девчата, завтра мой друг мне супчик принесет. А у меня гороха нет, у девчата. А в этот суп горох идет. Ну ладно, нету так нету. Какой красный, девочки, а? Фельчик, какая фельс. Вот так. Не знаю, с чего. Я так решила много делать. Мне даже она сюда не помещается. В этот. Ну вот так. Сейчас перчик. Потом... Потом чесночок, девочки. Ну, конечно, у этого супа великолепный цвет получается. Ну, вот из-за этого всего, да? Так. Ну, смотрите, какой красивый супчик, девчата. Так, сейчас я вас отключу. Вот так. Смотрите, какой великолепный. Да, вот сейчас. Еще морепродукты, конечно, нет. Не добавила. Вот это пускай все томится. Потихонечку. Ну, минут пять, наверное. Сейчас я полазаю. Тут. Есть ли у меня горох или нет? Ну, мне кажется, что нет, у девочки. Ну, ничего страшного. Без гороха тоже. Самое главное. Морепродукт есть? Курица есть? Перчик есть? Все есть. Вот это все должно ториться спокойно. Помнила, что и морковь нужна, да? А у меня замороженная морковь, девочка. Сейчас, ну, для плова готовая. Да, вот сейчас я его вытащила чуть-чуть. Сейчас попробую его вот так кубиками. О, хорошо режется. Вот так. Горох есть в самом бытом. Это специально продается вот так, готовое уже, да? Ты его сыпишь и все. Но я все равно люблю поджарку, отдельно сама тоже делаю. Так что, вот так. Сейчас морковь брошу, потом уже морепродукты, потом уже чеснок. Ну, вы же знаете, чеснок быстро горит. Девочки, я тут никому не учу. Вы, наверное, лучше меня готовите. Я с этим не спорю и спорить не буду. Вы что? На вкус и цвет, товарищи, нет. Есть люди, которые... Вот у нас здесь продается... Натия называется, да? Это как вот манная каша, девушка. Она очень на нее похожая, да? Вот как манная каша, но там только печенье. Просто. Вот так сверху круглое такое печенье, Мария называется. Ребята, вот честное слово, у него один вид только. Я, когда его вижу, у него только один вид меня уже тошнит. Вот думаю, как это можно кушать? Вы знаете, как мой муж это любит? Вы знаете, как моя дочь это есть? Я бываю в шоке, когда я это вижу, да? Ну, вот я же вам говорю, на цвет, не на вкус, товарищи, нет. Моя дочка мне говорит, ой, так тетя, это вкусно. Да, невкусно это, девочки, мне кажется. Но я даже и пробовать не стану. Вот что? Как хорошо отходит. Так, это уберу. Вот так. Помидоры купила тут, в нашем, в нашем магазинчике. Ой, шикарно. Так я их вот здесь уже накрошу, чтобы... Так, вот эту серединку уберу. Ну, чтобы не пачкало, да, это все. Чуть-чуть, чуть-чуть они, как будто, ну, заранее взяли. Суп, конечно, здесь. Надо было квадратиками красиво, чтобы это все-таки суп. Но у меня вот так. У меня, как всегда, футурный тур. Девочки, пошли бы попробовать этот суп? Вот так и честно. Сегодня мы гулять идем с мужем. Девочка отдельная идет? Мы отдельная идем. Она со своими одноклассницами. Вот, смотрите, он вот так приходит. Вот такой формат. Вот так, да? Здесь армейдиум, туда-сюда, короче. Внутри открываешь, он вот так. Да, там и горох, и... Вот такой, и перчик красный. И для него бульон специально. Вот так, две пачки. Ну, если не насыпешь две пачки, девочки, у него, как у нас говорят, потолу волной. Нету этого. Вкуса нету. Чтобы твое блюдо хорошо получилось, да? Всегда должно быть внутри. То, что должно быть. Если начнешь там... Ой, там кусочек... Бам! Бам! Без этого, бам! Без этого. Уже потом без этого. Вот такой бывает уже без этого. Без вкуса. Вот так. Это все должно сейчас тамиться спокойно. Все спокойно. Я пока вот это помешаю. Вот эту всю бурду. Да? Сейчас я вам покажу, как плохо турмутур. Сейчас кусочек сливочного масла хорошенького. Надо туда посолить, поперчить. Ребята, все это, конечно, должно быть. Но как должно быть? Так, оно тут сюда иди сюда и нагинайся. Вот так, ребята. Понимаете? Вот так. Вот это все должно спокойно томиться. Спокойно, девчата. Сейчас я брошу сюда хороший кусочек сливочного масла и оставлю его в покое. Так, давайте чеснок. Вот. У нас уже сейчас так... Сейчас девчата даже жаловаться. Иногда я тоже говорю, а, надоело. Это было, это... Стивка, облашка, готовка надоела. Но сейчас уже это не как раньше. Сейчас все. Во-первых, доступно с красивым продуктом, да, есть. Чесноком ничего не испортишь. Давайте бухать. Вот так. Вот это сейчас, когда все чуть-чуть поджарится. Ну, совсем чуть-чуть. Так, у меня холодильник. Надо сейчас на кнопочку нажать, видать. Вот это чеснок. Ну, надо быть осторожным, чтобы самое главное, чтобы чеснок не сгорел. Вот так, что-то. Да, что вот так. Вот так. И это все в стопочку. Вот так, ребята. И ждем-с. Не знаю, сколько она потомилась, ребята. Вот сейчас я открываю сливочное масло. Не жалею, конечно, хороший кусок сливочного масла туда. Вот так ставлю. Теперь наливаю. Так, сейчас. Теперь наливаю я сюда помидоры, которые, ну, нормальные, обычные помидоры. Так. Какая прелесть. Мой умывальник. Девчата, нарадоваться не могу. Теперь консервированные вот такие есть, которые они уже, ну, поджаренные помидоры. Чуть-чуть вот так. Я не знаю, две-три ложки, наверное. Может, чуть-чуть больше. Сейчас вот эти пакетики сполоскну, которые приходят в этом. И вот эти пакетики, это как соус, да? Вот. Открою, приготовлю. На чуть-чуть еще подожду. Пока сейчас томат, все это сейчас. Чуть-чуть, конечно, я добавлю сахара. Чуть-чуть совсем. Так. Ну, вот. Боюсь тоже вот так сыпать. Ложку взять нельзя же мне. Столовую ложку сахара, девочки. Я же не солила, не перчила ничего. Сейчас буду солить, перчить. Это все помешаю. Потом, перчить буду чуть-чуть попозже, наверное. Так, теперь. Ну, у меня ложка вот такая, ребята. Смотрите, какая красивая. У меня ложка вот такая. Вот. А это соль, девочки, не сравнивайте с вашей солью. Это соль розовая, и она очень слабая. И вот такие две ложечки соли. Потом же можно попробовать. Самое главное, не пересолить. Вот так. А теперь сейчас этот хутур-мутур помешаю. и опять ему дам отдохнуть. Да, он сейчас вот помидорный сок, все. Вот это все жижа должна делать буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Поняли, да? Вот. Я это ни у кого не пробовала первый раз. Я пробовала в ресторане, девочки. И его мужа спросила, что это? Он мне говорит, супа де моря, я же тебе делал паея. А у меня такой паея. Когда я с мужем познакомилась, первое блюдо, которое он мне решил приготовить, это паея. Это практически то же самое, да? Но с рисом. Девочки, так вкусно пахло у него тогда на кухне, да? Потом просто цемент, девочки. Есть невозможно было. Он слишком много риса туда бухнул, но он его не знал. Хотел меня так обрадовать вкусной едой. Ну, молодец, старался, да? Я сказала, ой, так вкусно пахло. И вот это вышло. Он говорит, я же тебе готовила. Я говорю, когда ты мне такое готовил? Так, сливочное масло вот сюда, пускай растопится. Вот так, девчата, вот эта жижа сейчас должна бубулькать. Так, а что ожидать? Давай эту, ту жижу тоже добавим. Сейчас, подождите. Я, оу, я даром не сидела, все это убрала, потому что, вы же знаете, когда готовишь на кухне, особенно, когда ты хочешь почему-то на быструю руку. После готовки еще полчаса убирать надо. Не вижу вот это, поэтому стараюсь как-то не оставлять за собой ничего. Так, сейчас я, она сейчас потечет, девочки, чтобы не потекла. Вот так пакет и вот этот кусок сразу туда. И вот это уже пока растает. вот это очень хороший вкус дает. Это просто там креветки, это все, это соус, Орыбный соус, девочки. Я именно эти пакеты покупаю вот из-за этого соуса, потому что мне очень нравится. Я пробовала и без этого соуса, ну, вкусно, но не так. С этим соусом вкуснее, девчата. Вот так. Вот и все, практически готово. Сейчас чайник поставлю, поставлю, вода запетится хорошенько. Вот. И будем, и будет у нас, и будет у нас хороший обед, ребята. Прям шикарный. Так, сразу это закрою и в холодильник. Вот так. Так что мой сын будет довольный. Это его любимая еда тоже и моя. Ему раньше очень нравилось. Девочки, как мы похожи, даже на вкус мы с ним похожи. Раньше моя любимая еда была в детстве, да, курица жареная. Да, в любом виде курица. И вот ему нравилось. А сейчас у него вот этот суп, да, вот это и поэйя ему нравится. Вот. Мне поэйя не так нравится, как плов. Я считаю, что плов вкуснее, чем поэйя. Но я так считаю. А мой муж говорит, нет, поэйя вкуснее. Ему и сын тоже говорит, поэйя вкуснее. Ну вот посмотрите, девчата, ну что там должно быть невкусное. Там же все продукты хорошие. Понимаете? Все. И овощи, и морепродукты, и курочка. Ну курочка, мушечки. Вот. Вот это все жиже, пускай спирт томится. А потом нальем вот так водички, девчата, а потом отдельно ты вытаскиваешь на другую, это, да, маленькую кастрюльечку берешь, вермишель, вареное яйцо. Они вот так делают, вареное яйцо туда крошат, вермишельки туда. И действительно, это как первое блюдо, очень хорошо. Ну для меня это и первое, и второе блюдо. Вот. И для моего мужа тоже, конечно. Вот так ждем. Вот теперь уже точно ждем. Потом, конечно, воду налью и на вкус попробую. Так, девочки, кипит, бурлит. Кипяток наливаю. Так, потихоньку кипяток наливаю. Самое главное, чтобы не пролипло. Так. Так, кипяточка наливаю, наливаю. И сейчас. Вот так. Теперь лавровый лист. Девочки, лавровый лист под конец. Да, и вот теперь сейчас вот это весь хутор надо помешать. помешать. Вот так. Сейчас она еще. Ох. Чуть-чуть вот так. Помешать теперь огонь слабенький, слабенький делаем и оставляем полчаса его томиться. Он сейчас все вкусы даст, все. Потом уже попробуем на соль и на все. Вот так. Девчата, он еще не дал свой цвет. Подождите еще чуть-чуть. Он даст свой цвет, он еще будет краснее такой, знаете, прям вот оранжево-красный. Как вам нравится или нет? Только честно хочу, чтобы отзыв честный был. Вот так. Но он еще не сделался, сейчас. Ждемся. Ой, позвонила мама. и говорит. Потому что Кайтана и Мерея добавила чуть-чуть воды, девочки, чтобы не забыть, скажу заранее. Вот видите, чуть-чуть она такая, уже, вы же знаете, что она будет сейчас кипеть, ей будет чуть-чуть испариться вода. Все, вот полчаса я ее оставлю. Вот так. Пускай уже, уже своими, чуть-чуть соль тоже добавила, совсем чуть-чуть. Вот сейчас оставляю спокойно. Короче, позвонила мне эта красавица, я ее называю красавица, не для того, чтобы ее там оскорбить, обидеть или еще что-то. Давайте идемте туда, а то здесь так жарко. Вот. Позвонила, она мне и говорит, мол, а сейчас близко к двум часам. Заходи. Близко к двум часам, и они два, то ли два пятнадцать выходят, что ли, со школы, то ли два с половиной. Вот честное слово, сейчас не помню, сейчас будете смеяться, но мой муж всегда за ней идет, большинство за ней. Мой муж идет, я ее довожу, а муж привозит. Спотела. Ты, говорит, это самое, если не идешь, если не идешь за Кайтаной, мне скажи, я пойду за ней. Я говорю, почему? Вот какая-то вот честное слово. Я же говорю, если девочки в голове нету, и задницы не взять, и в голову не поставить. Ну, они же, говорит, вдвоем иногда, говорит, идут. Вот девочки почти три раза, что ли, за все этот полгода, три раза, они вместе пошли, то и Стэван сдалека, ну, глазами сопровождает, понимаете, на мотоцикле, Стэван, потом возле ее подъезда, Мирена, какая-то она садится, на мотоцикл, и домой приезжает. И сегодня, мы думали, что она, сегодня, не знаю, короче, короче, не знаю, она мне говорит, вот, я тебе хотела сказать, что моей дочке стало плохо, не знаю, почему, я пошла, забрала ее, чуть-чуть пораньше, ну, я, чтобы вы знали. Я говорю, хорошо, она сегодня тоже не выйдет, что-то она отталкивается, не знаю, девочки, в чем дело, я в эти вещи, я в эти вещи не играю, девочки, мне девочку действительно жалко, я ей сказала, ты должна быть немножко на чеку со своим ребенком, потому что, мне Кайдана тоже сказала, тетя, я ее не вижу в последнее время хорошо, она такая замкнутая стала, она постоянно какие-то находит оправдания, чтобы вот вместе не выйти, оправдания, говорит, ищет постоянные. Не знаю, что сказать, девочки, ну, у меня, конечно, есть мое предположение, девчата, но это я говорить не буду, потому что вдруг я не права, а у меня и так столько грехов, зачем мне еще один нужен, да, вот, понимаете, да, просто матери надо чуть-чуть лучше себя вести, она уже не маленькая девочка, ей уже будет 13 лет, она уже все видит, она уже все сравнивает, она уже смотрит, у того такая мама, у этой такая мама, у этой так живет, это так живет, это так, вы же мне написали, ой, да, я не ожидала, девчата, это самый низкий уровень, то, что я видела здесь, а в Испании, у них в доме, в квартире, а вы мне прям написали, ой, да, не так уж и плохо, они очень даже нормально живут, ну, если для вас это нормально, не знаю, ребята, не знаю, не нормально, конечно, вот что, столько людей, в такой крохотной квартире, столько людей, это раньше, ладно, хотя, может быть, девчата, это что, я жила в духовной квартире, один зал, одна спальня, я на диване всю жизнь, в детстве на раскладушке, если у моего дебила, у него этого дядьки не было, я была бы самым счастливым ребенком, этот дядька мне детство попортила, да, и мать у меня тоже, если бы у меня нормальный отец был бы, вот в чем дело, отца не было, моя мать проходила быть за отцом, и за матерью, жалко ребенка, и все, девчата, ничего говорить не буду, каждый делается свои, каждый, думайте, как хотите, девчата, вот такие дела, девчата, ну, что делать, люблю эту девочку, все, ну, вот видите, чужой ребенок, да, сейчас чуть-чуть мне как-то стало обеденное, и все, сейчас начну свой суп делать, сейчас моя дочка пройдет, поцелую, все, каждый живет своими проблемами, никому нахер чужие проблемы не нужны, вот так, девчата, никому чужой ребенок не нужен, девочка, это сто процентов, сто процентов, я вам говорю, как говорится, моя хата с краю, я не знаю, что с ней, я ее утром, когда отвозила в школу, я сказала, как ты, она сказала, хорошо, все нормально, довольная была, все, видите, моя дочка стала еще с одной девчонкой общаться, еще с одной девчонкой общаться в классе, но они выросли вместе, в ее классе одна девочка, Селена ее зовут, одна девочонка есть, которая, она тоже, в той школе вместе учились, вот с этой девочкой, потом еще, еще один мальчик есть, он из Марройку, вот этот мальчик с ней в классе больше нету, и она, видите ли, не хочет ее ни с кем делить, но так же не бывает, так же не бывает, ребята, моя дочка очень любит, Меряю, очень, девочки, я вам честно говорю, но моя дочка тоже говорит, тетя, я столько жду этого праздника, и теснее, она постоянно такая кислая, потому что я то и привет сказала, то и улыбнулась, так же тоже нельзя, я говорю, конечно нельзя, короче, вот так, ревную, девочки, ревную, а ревность не хорошая вещь, понимаете, я потом как-нибудь с ней поговорю, сегодня вечером говорю, мы будем спускаться, она такая, я говорю, если это из-за денег, я, горь, тебе привезу, дам, говорю, там 20-30 евро, то что надо, дам, да, пускай девочка сама пойдет погуляет, она сказала, нет, нет, не из-за денег, а я уверена, что это из-за этого, я уверена в этом, что девочке неприятно, что кто-то за нее платит, ей неудобно, такой, такой дядька с ними вместе живет, ну неужели 20 евро ребенку дать не может, я в общем шоке, ну ладно, каждый пускай решает свои проблемы, я же говорю, не у всех как душа болит за племянников, за девок, ну не у всех вместе живете в одной квартире, ты хорошие деньги зарабатываешь, он хорошие деньги зарабатывает, я в этом уверена, девочки, ну, что ему не нужна его племянница, вот так, как он сказал, их 4, что я их задержать буду, что ли, какой ужас, хоть 10 были бы у меня племянники, хоть 10, вот даю 10 евро, да, не могу больше дать, вот эти 10 евро, на всех 10, по одному евро, на, держите, ну что-то, понимаете, ай, никому чужие дети не нужны, да, есть, есть, ребята, есть отцы, которые свои родные не нужны, вы о чем, я о чем тоже, какая дебилка, он, мой отец, сколько раз спросил, когда у тебя день рождения, что тебе подарили, плевать он хотел, на мой день рождения, на мое обучение, я такая умная девочка была, я так могла хорошо учиться, просто мне было не до этого, понимаете, некому было со мной посидеть, поговорить, сказать, смотрите на томасика, шоколи же, как пирог, и нет супчика, ладно, ребята, люблю вас, ребята, как вам мой супчик, вам понравился, нет, потом, если хотите, ай, что вам показывать, как я наливаю, что ли, его кушаю, и мой муж скажет, ой, как вкусно, потому что это действительно вкусно, ребята, вот, доверяйте мне, грудь у меня уже хорошо, девчата, не болит ничего, то-то-то, все хорошо, птенцы у меня хорошо, муж не болеет, дочка не болеет, вот чуть-чуть мерее, и вот, хотите, верьте, хотите, нет, душа у меня болит, все равно вечером пойду проведу ее, как она, что она, пойду увидеть, там, что там, куплю арбузик, там, яблочки понесу, пойду проведу, девчата, люблю вас, целую вас, оставайтесь людьми, знаете, каждым разом, я убеждаюсь, да, вот, что все равно хороших людей намного больше, а вы у меня все хорошие, давайте поставьте лайк, напишите мне какой-нибудь приятный комментарий, вы же знаете, что это продвигает ролик, так что, пока, я же вам говорю, у меня еще плов есть, у меня здесь отбивные есть, еще супчик есть такой, ну, супчик, наверное, уже никто не будет, закипел чайник, как удобно, когда вот электрический чайник есть, чуть-чуть еще добавлю, я прям тоже не хочу, чтобы он как, как вода, о, кто-то там не злит, мама, Мурейна звонит, сиди, Диме, Кареню, у меня еще креветки были, я взяла еще креветки добавила, и вот такие несколько штук еще были, да, у меня вот, а то здесь маленькие они вот такие, между прочим, маленькие-маленькие, они дороже, чем вот эти большие, да, вот, и добавила вот такие еще эти, поставил еще один чайник, чуть-чуть еще воды добавлю, а то он слишком будет густой, и вот так я его оставлю еще на полчаса, посмотрите, уже как цвет меняется, он такой более такой красный, да, он еще поменяется, вот, теперь оставляю я его, потому что еще, он еще, еще будет, вот, посмотрите, он каждым разом, я ничего больше не добавила, а, черный перец добавила, и все, девочки, вот так, видите, он густоватый, он такой не должен быть, он должен быть чуть-чуть более жидковатый, но я полкилограмма еще этих добавила, креветок, и раз, два, три, четыре, наверное, штуки шесть вот этих добавила, вот и все, вот так, широкое жидко, в принципе,